Долгожданный наш гость Ашот Егишевич Джезеян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов. У нас уже в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Насторожно. Как родина встретила? Мы всегда в этом сайте, когда ты не знаешь, на родину, ну, как бы, посыпались, а значит, и ты не всегда пришла стать командиром. А, вот эти. Со специалистами. Да, 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 да. Это на родину, да. Два, 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 три. Так, Ашот Егишевич, с какими новостями прилетели, по каким делам, что происходит сейчас, вокруг Вашей замечательной персоной? Ой, я хочу сказать. Я хочу сказать, что приехали в этот, и создали такой небольшой армитет. Мы хотим открыть из вашей действительности, в этом сайте, композитора. Я, может быть, приспособляюсь с армейским композитом Аветер Беттерианом. Аветер Беттериан, да. Аветер Беттериан. Аветер Беттериан. Я хочу сказать, что это было, потому что в этой ситуации мы в этом сайте, чтобы было интересно. И heute в этой ситуации, мы хотели, наверное, где в этой ситуации, мы в этой ситуации, все, все, все. Я всегда был на какой-то час, я всю летом, после правой ребенка я знал там протяжении 40 лет. И мы дружились, мы тоже очень сильно дружим. И могу сказать, что я в частности, что я снимался, потому что он конечно и тогда уже был бы на этих частях, от тех тех, кто с самолазым, да. Т.е. он, конечно, он сообразил очень друг, человек. Это человек, который, он создал музыку, который от времени может быть в времени. И, мне кажется, вот его университет фантастическое понимание того, что такое наше, куда она может двигаться. То есть, вообще-то фантастическое. Если я рад, что мы предполагаем два диапола в доме, в своем покое. Университет фантастическое понимание. Я помню наши разговоры. Я когда-то в сапарке работал. Он сказал, что ты, мы шли композитеры, увидели только в дом композиторах. Дон композитор. Я не знаю. Я там первый композитор, который, кстати, поселил в дом фазе Ледик Месселян. И могу сказать, что в этом доме композиторах даже обдыхал бритвы. Это удивительное место. Удивительное место. Самый крутой замок. Да. Доварышев. Все такое сюда приезжает. И могу сказать, что он будет даже себя стекопать и хищникает. Ну да, у нас он был. То есть, в запасе сейчас был очень серьезный. Дритвин проезжал. Он уже оглянулся ему. А вам и длинница. А он молодежал. Он все его добивело не сидит. И вдруг в этот период, когда он в центре вузитарного такого экибрисмента. Да. Он был в Саусе и Мире. И теперь он говорит. Он решил был последствием силам. Тогда мы просили его видеть, где он был решет. И он все еще говорит. Ну да, это будет странно. Да. Понимаете? То есть, на основании как-то француз. И вдруг он создал. Сейчас я недавно, 23-го назад, поездки кубра. Я понял, что он... Что он был прав. Да. Он был прав. Потому что, напротив, Аливанг. Это библийская мощь. Да. То есть, я понял, что он выиграл 40 лет на своей мощи. Потому что он тоже делает библийскую мощь. Да. И вот он нашел себе вот это место. То есть... Место силы. Место силы. Место космоса. Место силы. Место силы. Место силы. Место силы. Место силы. Место силы. И, конечно, меня это удивило. И сейчас, я фактически, когда я тогда удивился, я с моим делом даже рубить из этого. Кстати, все равно. Я не взялся не с тым. А вот и ручки, потому что я, что один из таких уменьших людей наше время. Вот. Но я не дошла удивился. Но он стал ошиб. Ну, папа хочет там очень. И он залез какие-то до 3-3 тысячи. Ну, он построил. И вот я переведу там этот бутан. Я верю, думаю, здесь надо будет подликать. В общем, здесь мысли, если мысли. Ну, кажется, если мы все вместе. Хорошо, что мы так же проводим поддержку на нашей культуре. Потому что это новое культурное пространство на сегодня будет. Да, я считаю. Не порчула. А о таком... Ну, мне кажется, даже дать ей до того, чтобы организовать сам... Молодец. ...молодец. ...молодец. Молодец. 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 Вот действительно, мы рассказал ребятам, которые связаны с Екатеринбургом и Жель After 만나. Удивительно это, что они привозят в работу help Dess El... Из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга, да. И это будет действовать, что там во время этого года, вот тогда мы будем отмечать dawn'例えば tenerbaix. Время в виду времени. Другие екатеринбургские музыкальные коллективы исполняли его музыку. И вы видели его сейчас? Попробуйте. Ну, конечно. Мастер-классы он давал там, и там выросло целое поколение уже музыканты. Ну, конечно, это не реплика, потому что важно, что его очень любят и в Германии. Да, он был в Германии тоже. Я хочу сказать, что его очень любят в Петербурге. То есть, космополитно. Мы называли дальность его музыки, вот эта музыка, которая фактически приподняла даже калинцевские сроки. Но, ну, мы, конечно, вот, вы говорили там отравление, глава бумаги, если вы будете информацией платили вот этого события. С огромным удовольствием, конечно. Мне кажется, мы должны говорить о том, что это говорит о том, что оно открыто миром, и наша культура играет в себе на велике многообразие всей мировой культуры. Отключается к этой мировой культуре, и причем мы его тоже немаловатыми интересами. Ну, и на самом деле, очень много людей открыли в себе. И поэзии Чаренцы, и Шираза, и Шараканы наши, благодаря Тректерянам. Да, ясно же. Кстати, почему вы проводили мне, как и Донбор. И Монтон, и Кулигер. Вы знаете, но мы не рады серьезно. Мне кажется, что он, вот, когда бы он приедет, я не могу его расположить. Да, потому что... Папа. Причем, он из Германии туда или так? Мы не там из Германии. Здесь у него данную связь... Сейчас это было ярмонный шармонный. Это было ярмонный. Да, ярмонный. Потому что симфонический оркестер nu Bothman imposing музыку не простоя. Вот странно его искренне любить цикла, но не странно, и странно его, ну, особенно, один из отличающих композиций. Его искренне любить балетах, или полярасах шармонных. Может, ему музыка она сложной. У них ритм, который должен этот career. Вот это我覺得 шармонными, она ведила эту музыку. И он стал уже заинтаркислить, он уже в 20 лет сюда не стоит. Ну, потом я знаю историю, что Екатеринбургская, как и Свердловская тогда еще студия экспериментального кино, они были одними из первых, кто попросили его писать музыку для фильмов, он сначала долго отказывался, потому что действительно очень сложная музыка, и для него было очень важно, чтобы фильм и музыка переплетались. Ну, и раз, и там была такая история с тем, что ему сказали, ну, наша экспериментальная студия стала, ну, вот это слово, слово «стать экспериментальная студия» меня, в общем-то, подкупила, да, я вам это сделал, и он это сделал, действительно. Ну, на самом деле это очень круто, и вот очень хорошо, что именно сейчас это происходит, потому что вот на фоне последних событий, которые сейчас происходят в нашей стране, какая-то волна непонятная в России поднялась о том, что в Армении русофобское настроение, там еще что-то. Ну, слава богу, вы не знаете, как мы вот эти, вот такие вот, эти, которые ясно, 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 ясно сидит, радиональдинские каналы, вы все ли там меня? Да, да. Ясно, 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 даю интервью. У меня такое ощущение, что я, переставший, продолжаю работать. Посол, посол доброй воли. Помните, что я говорю? Наши соусы мне позвонили, говорят, а сейчас бы, что вы судьбу там, ради реки, которые заулетают, а куда же летят, там же, дают на диван. О, вот ветра открывается. Оплот называется,د развеTKtK, а у вас перевалится, холодчик. Ну, на треку слазится рапорт из аэропорта, на ленту сразу на этот, ну, посмотри, ну, кисти, жарок. И сразу тогда они позвонили мне, вот, Байдан, я говорил, давайте не будем уплотнять этот всего. Майдана нет. Во-первых, это не армянское слово, и оно вполне не подходит. Это был Майдан. Это первое. И вторая история, что... Я что, скажу, что не надо связывать с каким-то расспособством, потому что это большая салютно-тальшество. Конечно. И не могла прицелить сюда полицию, потому что здесь очень много. Знаешь, какие главы они творят? Надо спокойно. Другой день, что полиция может потом прийти, видеть ли разных послов, когда они скажут, что такое. Ну, конечно. И что они говорят? Ну, это потом получается. А что? Конкретно вышли, ребята, молодые люди. Ну, условно говоря, кто-то сейчас взят на то, что фанши, лицей, 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 лицей. Конечно, меня интересует, что не вышли домохозяйки, или люди, которые платят за домохозяйки. Да, да. Это, ну, как бы для меня, как-то странновато, потому что обычно они выходят на рынки. Но, в любом случае, мне нравится вот эта молодежь, потому что она дает ей симпатичность. Но, конечно, мне не сказали, что было бы форум, если бы они пошли на такой толстый футбол. Потому что мне нравится, что там нету политику. Мне нравится, что эти таки, как бы, якобы, не стали между полицией и молодежью. Но там стоят эти даки, между собой, и они спокойно не сомневались. И, по-моему, я думаю, что они не сомневались, что они будут в одном месте. Да, да. Вы понимаете, а он и в стиле почему? Потому что они поняли, что на доме не сомневались. И молодежь тоже за такими распыльями. Да, да. А что мне нравится вот эту, ну, что, говоря, не нравится там нашпортёк? Мне нравится информация, чтобы она пошла, что это самое сослание о рамском народе. Специальный правоставительский орган. Конечно. Нет, так он спокойно общался. На таких митингах в Москве мы тоже участвовали от октября 1993 года. По французских событий молодежи границы добывали таких митингов противостояния местного митинга. По-моему, по-моему, это единственное, мне кажется, было бы здорово, если вот этот митинг противостояния закончился официальный договор в митинге, который это был. Почему? Потому что тогда были ребята молодые, которые, кстати, двигают это все. Они бы приобрели характер не работу с толпой, а работу умением преодолевать в каких-то экономических трудностях и заявили о себе как о политической новой силе. Но это после того, когда он пойдет на базовом. Причем с вами черную толпу и потом эти лучшие, что они предположим, перейти на другую толпу. Вот мы, классики, вот это было бы для них интересным направлением, чтобы они дошли в последний консенсус и доказали то, что они могут избавиться в какой-то новой силе, которая, мне кажется, необходима Армению, чтобы эти штатские гражданские локации были бы для них интересны. Ну что же, вот, дорогие друзья, профессиональная оценка, профессионального журналиста... Вы, кстати, прямо сейчас на Багдаре на Москве не слышали, вот такой момент. Да, да, да. Вы слышали, что ты и сделал выводы. Какие-то, да. Ну и, конечно же, мы сейчас не будем, а что-то, если же, задавать вопросы по поводу того, а почему центральные телеканалы России таким образом как-то показывают и, в общем-то, рассказывают. Это надо спрашивать у них, а что-то единственное, к центральным телеканалам нет никакого отношения. Ну, вообще, я хотел бы спросить о другом. Ну, а, да, у нас все есть парни до рекламы, мы после рекламы тоже продолжим, но до рекламы хотел бы спросить о вашей международной деятельности. Вот вы недавно были в Австрии, что происходило там. И я знаю, что есть хорошие новости для нас, для армян. Это всегда приятно. Да. Ну, если бы я не был приюзничею, в том числе, но мы уже в последнее время, ну, я как-то представляю, в Москве, в Москве, это форекс-сабреские журналисты, в Москве, в Москве. Ну, мы в последний год, фактически, мы очень часто бываем в Австрии, в Австрии, потому что по-другому в Австрии, кстати, замечательно, надеюсь, что были на канале, и в Сависи, в Австрии, по свободе, в Слово. И по-другому в Евгии мы проводим вот такие, например, речи с украинскими коллегами, российское журналисты, российские журналисты, все-таки. В принципе, трудный идет разговор, но мы каждый раз находим какой-то конфлик. И каждый раз мы не находим точки, которые могут приблизить. Вот, условно говоря, из-за этого меня слышали, как-то делегации, я стал как-то по сравнению, если мог бы, если. Ну, и как бы это отдельная тема, но вторая тема, по-моему, у нас очень большая особенность российскими журналистами, где мы расскажем о том, что фактически фактически, и как раз мы готовили, я вот приезжал сюда, где мы, это когда-то в начале столетия, иначе, иначе вот игрок не за сегра, и очень, в течение вот этой подготовки очень много общались мы бесспрослушные журналисты о том, что это такое, как, и я хочу сказать, что вообще-то журналистка какая-то вот такая проигрывающая партия и в этом очень важность познания, что такое же все эти персонажи, или как же это, и я хочу сказать, что вот российская интеллигенция, параметция, она как-то проникрость каким-то, и вот, я не знаю, что они привели вот такие журналисты. Ну, вот видите, не все так похвастрили, как мы уже говорили, кончитаю. Да. Уфарлят. А что сказать, что вот, например, вот этот медиафорум, который мы провели в пределах, он, конечно, всегда ставил. Он, со звук, еще 200 журналистов, 35 стран, включает куберский журналистов. Конечно, он от них вот власть на то в Нижнеколеские репортажи, которые мы приводили в это место, в Нижнеколеские репортажи, они узнали об этом. То есть, я могу сказать, что, конечно, журналисты по всему миру играют огромный ремонт, и не учитывать это, и не воспринимать это, это будет очень странно. Это будет большая ошибка. Большая ошибка, тем более сейчас глобализация. У нас хорошая история, потому что армяне как интернет, а армяне будет соединиться с интернетом. И тогда, конечно, эти будут армянские. Да. Ну, слушай, у нас в гостях Ашот Егиша и Джазоян, наш большой друг, очень серьезный человек, между прочим, если кто не знает. А там сейчас реклама на Радио Ван. После вернемся к нашему. Вернемся и продолжим нашу беседу с хорошим слайком. Доброе утро. Оставайтесь на нашей статье по Радио Ван FM 103. Поехали. 11.24. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение. Доброе утро. Да, если вы к нам присоединились только что, в гостях у нас Ашот Егиша и Джазоян из Москвы. Человек, который, в общем-то, достаточно давно в журналистике. Ну, столько же, сколько мы с академиком живем в Москве. Человек. Не надо. Конечно. Живой. Не надо. В Ереване по замечательному поводу, потому что 29 июля стартует фестиваль «Время Тертериана». Причем стартует… Обычно у нас фестивали где стартуют? Стартует и заканчивается в Ереване, в центре города. Да. Ну, на самом деле, вот этот фестиваль в деревне Айривант в доме Авета Тертериана, который собирается перестроить и… Ну, как перестроить? Сделать… Да, благоустроить и сделать его дом-музеем. Есть очень много планов по поводу того, что можно рядом построить, как это сделать. Ну, я думаю, что для жителей деревни это тоже будет очень-очень здорово. Это будет очень-очень здорово. Да, да. Вся область Верхунинская будет благодарна организаторам этого фестиваля, потому что будет лишний повод приехать, увидеть, посмотреть и покушать с Ирландского ресрана, если он там остался, конечно. Вот. Ну, и все остальное. А что ты, Игишевич, вы сказали очень важную вещь до того. Вы сказали, что в современном мире нельзя недооценивать журналистику. И в очередной раз возникает вопрос, который мы неоднократно поднимали на тех мероприятиях, которые с вами были, на фестивалях различных, на сборах каких-то, на меморандумах. Так вот, сегодня журналистка делится на две части – на профессиональную журналистику и непрофессиональную журналистику, и непрофессиональную журналистику гораздо больше. Я сейчас говорю о непрофессиональной журналистике без кавычек, то есть о социальных сетях, в интернете и так далее. Каким вы видите личное, как человек, который преподавал, человек, который у истоков, все разъехал. Да, да. Что дальше? Нужно ли учиться на журналиста, понимать, что это такое? Или можно вот в социальных сетях жить, вот там, блогеры живут, там еще кто-то? Но, вы знаете, для меня, вот это, вот, основное отличие от журналистик и журналистов от родителей в социальных сетях, и те, вот, в Господе, в Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен, как он говорит, и напоминали вам слово и слово, или в Сен-Сен-Сен и другим врагам, и Господи, не сказанного слова, а сказанного слова и слуга. Вы понимаете, вот некогда с языком, по-моему, уже тогда все слышали. Понимал. Понимали на интернете. Вот, он некогда с языком, а самым отлично. Потому что журналисты, это человек, который, вот, уже понимает обувь, вот этот, вот есть они, они в этой, а это уже есть важность унесет их личные слова свои, как и ребятки, потому что некогда это очень важно, и чтобы гражданских людей агентствовались, а все эти свои слова. Тогда возвращаются Давида к журналистике, когда люди понимают, что он прав и началось давидать, тогда уличаются к его�енки, уличаются аутикеры. Это важность. Легкость вытекла осуточной термин. Но старались интернет проработать все еще. Фактически интернет, а потом, когда он хочет дать, это не надо мосить, это не надо мосить, это не надо мосить, это не надо мосить, что происходит в среднем, что это не только. Инфактически интернет, и с тем нечет, что там идет пересказ и в калитарных ситуациях. И фактически, когда обратите внимание, интернет, в основном, начнете осознать то, что будет создана реальность у нас. Да. Вот это очень важно, если это не все. Семилии вас, так я не знаю. Да. Вопрос в том, что здесь. И мне кажется, на скорости журналистов, вот все в хороших периодах, мы говорим, что кружи, папа, это такая. Мы говорим о том, что телевизор и радио не вступают за интернет. Это тоже понятно. Но ведь интернет, когда приходил, газеты думали, что это время мы не делали. Да. Но интернет отобрали не самое важное. Он не отобрал новость. То есть газеты дальше, эти новости продавают. И за счет, это уже осталось. А сейчас интернет не продавал эти новости. Ты набираешь любой интернет, он пришел его вставлять. И понятно, что тут, в ответ, что не телевизор будет проигрывать в этой конкуренции. И здесь единственный, мне кажется, правильный выход – это уйти в ничевую, какую-то слою часть журналистики, в которой ты можешь дать омолитику, развиваться, что необходимо. И как мы все равно сейчас удивительно идет, когда реальная журналистика может победить интернет зашить реальную, очень объективную созданию информации, материалов. Мне кажется, вот это из хороших людей. Если мы будем, правительственные журналистики, к нас заприканы, заприканы, мы не будем не скидывать, мы не догоним никогою. Но мы за фразы идем, когда мы нас поможем договориться, мы можем заставить интернет, чтобы вернуть к нам. Вот такая история, мне кажется, она может прибыться. И, конечно, речь идет с конечными, которые мы не дамажем, что даются, и у них не прошло до этого, а взявить зашить реальную наследие загрязанную всю правду. Я не знаю как здесь, но там, скажем так, что мы уже следили, правду, и были вешать. Главное, что у нас есть тоже в интернете. В интернете здесь не надо отказывать интернет только в нашей жизни. Тем более, если учитывать армянскую сферу и, условно говоря, нашего народа, то некая сфера, если интернет может просто стать частью армянской жизни. Потому что мы по всему миру разбросили, во всяком случае, там, где есть цивилизация армянского мира, а там, где есть цивилизация, там, и интернет. И в основном, если мы орган стали изменились этим инканартом, какая у нас сфера может получить мощь социальная сфера. Вот, вы скажите, вот, это тоже говорит о том, что глобальную сферу можно использовать. Вот мои вот такие, для того как бы я решила по этому поводу. А вы скажите, не может ли это общаться с амсюбжительным листом, и не получится определенного оборудования, в том случае. Зокончательно, что английский сопротивление. Вы знаете, мне кажется, журналист может стать только тогда, когда у тебя есть талант. То есть, если пить журналист по своей душе, и ты умеешь написать подложение, которое интересует не только твоим родителям, но и людям, которые могут в эти процессе схожать познаваться, а не то, что у нас побода хорошая, как у вас там дела. В общем, можно говорить, что у нас это все эти таланты. А в процессе ты взял на богатую. И вы видите, что вы знаете, что у нас есть несколько лет после этого, действительно? Вы знаете, ведь мы написали, что у нас есть собаке, но уровень, там не очень много людей, но у нас есть, очень много людей, которые нам сообщили, у нас есть эта правительская высшая Christians, и эти разговоры, они идут вам среди всех сторон. Но они чувствовали, что с тобой тоже пытаются, а это зашли, что-то исследователь. А это не журналист, и что. И это следует его, и он обостров, и при этом мягкие линии, Реально все. И в партии люди, наушу проционально выросли, вот и мухомы. Все журналисты такая, что российские ли мысли, соединились. И даже без проционально мы делились, но и в процессе. В процессе, конечно, если у вас есть партии. Не надо ли мысли, а надо приобретать, не кажется, потому что это все очень страшно. Все равно, талант определяет, как бы, качество, принялись, не кажется. Но и плюс эти журналисты, без которых тоже никуда не идутся. То есть она делает журналист с журналистикой. И она делает так, чтобы аудитория доверилась, доверилась журналистикой. Чтобы доверия не падала. Вот это очень важно. Для меня самое важное было в самом начале сказано, что человек должен, журналист должен быть ответственным, за свои слова. Это очень важно. И, к сожалению, сегодня в армянской журналистике вот это... Получается в основном, что только второй муафорит в маркетинге. Он говорил о том, что он неслит для вас в армии в darum, но бакет жизни, когда уже, как это было, был, а он, ясно, фаршивал его и в середине, он говорил о том, что... Редицин, как этот фильм, он говорил о том, что и сразу припоменят или атом, что журналисты, кризисы. Но бы, правда, мы знаем, как раз так, как на диспальте, А не так бросить мокрое полотенце в лесу. А не мало ли, да? Ну, конечно, тоже, что, да, вот, мы сейчас говорили о том, об этих двух селедних молодых, которые собрались на базанах, или, скажем, 5-го, но, в мой взгляд, говорим о том, что от российских журналистов, там, надо сказать, кроме моего полкования, они должны не писать, где это находит, все они говорили. Вот они о том, что, по-другому, бритвей, на один день, дали информацию и улетели. Ну, вот журналисты, да, ты, на самом деле, ходите, не все очень дальше, обычно, но это самое лучшее. Это самое лучшее, потому что журналисты, мне кажется, что очень важно, без какого-то очень важного репутация журналистов. Ну, да, вот, господин, например, Арутинян, спецкор 224, наверное, потеряете доверие, все остальное, потому что он элементарно сказал такую вещь, сумбур, что якобы от оперного театра после свободы до проспекта Баграмяна, до того самого места, где это все происходит, а поэтому на этом пути находится посольство всех ведущих европейских стран. Вот, мимо того, что специально... Ну, ладно, давайте не будем мальчиться, я хочу, что-то идите, спросить о его хобби, в кавычках, хобби, это, конечно же, фильмы, кино, что нового происходит. Последняя Россия, которую мы видели, это код Орбейли, после этого вы сняли еще Россия-Позитив. Нет, после этого я смогу сказать, закончить, была большая документация в Москве, а все, что телевидение показали, а давай, Лорис Мелико. А, Лорис Мелико, да, да, именно. Да, закончил Россию, замечательный органский человек, выдающийся, выдающийся. Если бы не исключение обстоятельств, наверное, Россия пошла по другому пути. Да, мы об этом рассказывали в фильме, и, конечно, там же все астрологические моменты, как у нас Александр II, да, он уже официального проекта, за Россию три человека. То есть, может быть, человек задавался этим вопросом, как же это получилось. И, может быть, кстати, в этот день поехал, что он сам был в Европе, он был в Европе, он был в Европе, он был в Европе, и он был в Европе, и он был в Европе. В этот день он больной поехал к Александру II, и просил его, не выезжает за Роскалю, он у него есть информация, в том, что он был в Европе, и говорит, я сам к тебе приеду. То есть, у таких доверительных отношений, и он сижу тебя парень, что он не смог остановить. Он выполнял, когда был произошел убийство, и как тут остановить, который готовил, и реформа, и он тогда уже вставил, чтобы получить. Но все же сказать, что вы видите на этот счет, кроме него уже не все, а если происхождение, в Меликострове говорили, перед, скажем, что сейчас вы видите, вот это было про то, где я не знаю, что с вашим бас, а в Галлистом, мы не видим, вот это, что по поводу Армянских, ты на росте, ты на росте, ты на росте, ты на росте. Я хочу сказать, что это, с чем я не терялся, это не человеку, это то, что он, он не перерыв, который мне удалось передать, это то, что он был аферитно чесвеченым. В России огромные возможности, Он сидел два раза. Я ставь, как генерал, но я говорю, все же ты в этом сайте бывал, между прочим. У нас есть отличный из людей, которых власти был обладателем его взяли от 10-го деньг. Он сидел после 12-ти лет, власти, от 1-го деньг, а в 30-м, в 30-м, власти, по 7-м. Он уничтожил свои восторгли, крестную войну, он уничтожил. Он уничтожил воевать на расистские рубрики и в жизни. И он с этого момента 8 миллионов власти считает, что в России он конкурировал. Это не может, если он остановил вот эту фалеру для выпьянки. А когда его назначатся сразу временем Губеррата, идти о власти, ему выделили 4 миллиона рублей. Он потратил всего 80 тысяч. И то на семью уничтожил, на семью уничтожил пациентку. Остальные граждане спасли, скажем. И тогда же он для учебы своих детей продал часть моего именин, чтобы отправить их на оси. Вот это, понимаете, в результате невероятность невероятность. Но все, сейчас я старался хотим. То есть, конечно, там появились в различных странах, что вот он потратил от 9-ти армянина, он потратил от 2-ти армянина. И здесь мы замечательные процессы в Путербурге. И в данном случае, когда было написано, что, ну, я даже, ну, у нас такие министры, ну, там идет развод от Эрвукаси, Амабаба, Лазарева. А прочих. А прочих. Великой, Лазарева, в том числе, все посетились именно в тот период, когда воевал руководитель. И там ответственно, как перед армянами, вот, пишут, что говорили в мере, что он по такому армянам, всего, да, сейчас я говорю, в стране, умолвали исключительные храбрости к служению отеца Российского. Вот, и в Париже это было ответственность. Я хочу сказать, что, конечно, когда я взвлекал этот вопрос, для меня это было, ну, даже здесь в Истасии, или там, они не попали в Париже, слава богу, которые минували. То есть я хочу сказать, что они грузили все, что фиксируют в городе, как был бы министр, который был предъявлен, но выводите им восполетительные камеры. Но какую-то ему было давило Александр в Париже, и как он осуществляет эстафи, он взял первое обращение по освободительству. Да. Он значит, по-русски он обращался в Истинном фарте, где он сказал, что надо отвечать в виде бандитов от интеллигенции. И его основная с вашим, что он назывался дистафферци, либеральный дистаффер был. Он давал... Свободы. ...он, конечно, интеллигенции, местным людям надо дать вам, чтобы они выражали, что это происходит в государственную Россию. То есть, конечно, это является, и я расстрою в моем социале этот фильм, вот. Презентация была в Москве, в кинотеатре Ролан. Ну, в поселке 500-человек на части. Сейчас мы будем делать так, и теперь будет депресентацию. А в Ирване? А в Ирване? Не знаю. В Ирване, если получится, будем в Ирване. Мы тоже привезли. Да, в Ирване, конечно, мы сейчас направили письмо. Дело в том, что мы с Василием Мадоневым, в котором он жил, посланник... У него с Агридовского дорога. Ну, не знаю, где направить письмо губернатору. И, конечно, было бы хорошо, когда наши проекты используют от решениях, потому что Лобович Мелико до следующих... Кстати, после того, когда его славили область в область, его избрали почетным гражданином Савкт-Петербурга. После того. Ну, по сути, гражданин восхи городов России. И, кстати, в Валбарде-Савкопе центральной улице носили его унии до две годы, когда он пришел в Ленин, и он называется Гуля. Да, да. Вот такая история. А новые истории, о ком сейчас собираетесь снимать? Есть такие планы? Да. Есть, но я не хочу о них подсказывать. Будем думать о том. Но, мне кажется, вот череду... Я начал вот эту череду... То есть Великий Хармин... Великий Хармин... Великий Хармин... В Русской империи, мне кажется, это расисты действительно, мне кажется, это интересная история. И вот кто хочет покаять в лагушек, в лагушек, в лагушек... Асад Жилишович, а, например, ваши, я не знаю, грузинские коллеги, азербайджанские, казахские, они не хотят снимать что-то про своих героев? Нет. Здесь я это не знаю, что они... Ну, вам хочу сказать, что участие армян в Российской империи, оно действительно и очень важное. Потому что, вот чуть-чуть, бывает, я не видел, только там, в современной камере, но я не видел, когда там, в лагушеке появились в 16-м веке от своих баксов, где они были, где они были, где были, где они были, где они были, где они были. То есть, армянин всегда, причисли, как бы, я уже не говорю о том, что тогда прийти... Мы не говорим о том, что в ближней кризис, Да. ...влажено, на армянское гражданство народа, это большинство, и большинство народа, это большинство, то есть, это все, армяне, и поэтому, я иногда говорю, что армяне не дьястры в России, армяне сейчас российской истории, они россияне, они, какими же, условно говоря, русскими, какими другими народами, потому что, эта часть, условно, за все, она не дьястры, не образовалась, только тысячи годов, 30 лет назад, 40 лет назад. Я уже не говорю, это и мама из ведущих, бабушек, которые чуть-чуть в Москве заканчивали Петербургскую академию, то есть, ну, как это, это часть армянской истории, это часть русской истории, и она его не отмену не мастерствует, она такая, это часть, как и все, в большинстве. Детчунь, это тоже важная история, поэтому, по поводу коллег, которые участвовали, наши старатели, нам надо идти к этому, посмотреть, если эти люди и как это длится. Вот. Ну, армянка, это часть русской истории, ну, это уже даже, это не так, с этим даже, не сможет, не сможет. Ну что, вот такой у нас интересный разговор, получается, я напомню, что завтра, стартует фестиваль Время Тертериана, в прошлом году, в июле, да, через месяц. Вот. Мы будем помогать, всячески, этому фестивалю, радио, он будет информационным спонсором, мы вам будем рассказывать, мы поедем сами туда тоже, и надеемся, что все замечательные мечты, и мысли, и чайни, которые вы вкладываете в это, что, очередное детище, сколько у вас уже, что-то детище, даже не знаю, откуда вы берете, вот, столько энергии, и столько мыслей? Ну, как, ну, все время, этот домик Тертериана, в селе, а Ириван, вот, торчал, перед нашими, в общем, столицами, и кто почему-то, по этому поводу. Ну, это органы, это роботы, это, мне кажется, это хорошая история, понравится количество, у нас есть, вот, мне нравится культура красавства, которая сложна в армии, меняется культура красавства, которая в партии, это, мне кажется, что это деливание, по количеству вот этих, специалистов истории, опер, я чувствую, что жизнь такая, театры там, заменется, и тел, это хорошо, и, конечно, вот эти истории, это тоже очень важное направление, что сказать, мы открытыми миром, и мы сейчас мировой культуры, понимаете, эти культура, это как раз, это высокий уровень, и мы можем гордиться этим, потому что, все очень важное, и есть, это прям, мы не просто все-таки, Мы армяне самые армянские на этом мире, а мы сегодня, мы армяне, мы любим литров, мы любим русских, понимаете? Ах да, да. А мы как любим? Не специально любим, а мы любим такого человека, который создал космическую музыку, который создал фантастический китайский армянский фантастический ферман или американский армянский фантастический футбол, где сьют вот эти вот соединенные различные поддак и вот эти многообразия армянской культуры и мировой культуры. И вообще вот это такой... Ну, и еще это, вот я считаю, что вместо того, чтобы в ЮНЕСТО каждый год там стучаться по поводу того, что лаваш надо там что-то сделать, дудук сделать, сачкар сделать. Есть вещи, которые, да, есть вещи, которые совершенно понятны, совершенно лежат на поверхности. И там ДОУМА армянский или там еще какая-то. А вот есть люди, которых мы, к сожалению, почему-то забываем, и самое время сейчас о них вспомнить. Вспомнить и оставить их нашим детям, потому что мы видим, какое у нас великолепное поколение растет. Это поколение сейчас на проспекте Баграмяна, это поколение было на концерте System of a Down, и потом это поколение сделало так, чтобы наши маршрутки стоили по-прежнему 100 драм. Вот проезд маршрутных такси. И поэтому надо этому поколению правильные вещи давать для того, чтобы это поколение правильно развивалось. Все в наших руках, и благодаря нашу победительству, таким вот замечательным людям, которые... Ну, вы знаете, я даже не знаю, в Ереване сегодня сколько людей реально могут сказать, что они дружили с Советом Рубенчем-Тертирианом. И, наверное, такие люди есть, кроме вас. Вот суток вы же этими решили заняться. А не только я. Ну, и вы тоже, да. Да, я участвую в этом, но не хочу сказать, что надо бы нас найти техники, которые с ними отходят. Конечно. Потому что это тоже интересная история. Мне кажется, что месяц таких людей должен быть больше в постановках, которые идут составлять эти вредные армии. Потому что эти люди, они все уже... Понятно, что люди такого права, такого рода, они не все вместе, они... И они помогают, вот так же, просто найти такие люди, новые решения, которые помогают дальше продвигать армию. Вот это, мне кажется, тоже важное действие. Вот. То есть, по-своему говоря, Арам совсем важнее, чем Арам, от Лафарианка. Мы должны выглядеть в этой истории. Я не против, и фольк, и там все нормально. И ведут надо продвигать, безусловно, библейские и тумы. Ну, вот. Приложение считается армия. Сомневшательные слова. Но мне кажется, лучше будет, если в этом месяце будут, говорите, люди, которые все-таки обладают душу и так, в конце, в конце, в конце. Ну, все. И знаешь, что такое реально армянская история, армянская культура, мы так все тоже очень важны. Чтобы они были доминированы в информационном похожем. И есть темы, которые достаточно избиты. А есть темы, о которых мы практически ничего не знаем. Вот. Да, тоже. По крайней мере, мы каждый день это видим. И если ты едешь в Айриван, ты видишь вот этот замечательный красивый дом. И ни разу себе не задал вопрос, а кто его здесь построил? Это же совершенно вроде не место, не деревенская эстетика. Откуда такой сад? Откуда такие деревья? Ну, вот, пожалуйста, Гаан Рубенш Тертериан. А Авет Рубенш Тертериан этот дом построил, потому что он считает, что это очень важно. Я думаю, что сегодняшний эфир прошел не зря. Кто-то для себя откроет музыку Тертериана. Пойдет, поищет, послушает. Кто-то посмотрит фильм про Лорис Мелико в интернете или Кодор Белли. Тертериан. Я думаю, можно, но припусим как-то. Может быть, мы не презентации, я не думаю. Я думаю, что было бы очень хорошо Лорис, надо поговорить о русских, в Армении. Это было бы на русском, но я не думаю, что это было бы на русском. А если кто не смотрел замечательный фильм документальный «Теридесятый войн», то посмотрите, это о связях уже армян и половцев, дорогие друзья. А если кто-то не знает, потому что, оказывается, половцы писали армянскими буквами на половецком языке. Представляете? Вот, есть такая история. И об этой истории мне лично рассказал фильм о «Сатегистике Джазуяна «Теридесятый войн». Поищите, посмотрите. Зайдите. Это те факторы, наверное, Бороди-Половцы или Тип-Хэнкин. Я говорю. Топатчик видит Бороди-Тип-Хэнкин. Да. Да. Ну, конечно, фильм этот тоже интересный, потому что она показывает, что такое, а я не представляю себе клинику с «Сатегистикюрльзей», «Теридесятый войн» и «Полислость», что не смотрели на противостояние этих двух с «Сатегистикюрзей». Вы слышите, что объяснили эти два народа. И оба народа были на этом петчатском языке. Это же мечта Гумилёва, да, вот этого? Мир кочевников и милосёдлых народов. И получается, что диалог всегда возможен. Вот что самое самое. Вот это очень важная история. И диалог нашли гормянского алфавита. Это вообще фантастический язык. Ну что ж, диалог всегда возможен, дорогие друзья. В гостях у нас был Ашуян Джазеян Ашот Ильичевич. Человек, с которым я готов говорить часами. Но понятно, что у нас это не резиновый. Спасибо. Тогда рады вас видеть на радио. И говорим «Да» фестивалю «Время Терриана». И будем его с удовольствием рекламировать. Да, да. Тоже было бы неплохо. Но при этом журналисты должны отвечать за свои слова и быть ответственными, честными и профессиональными. Вот когда вы ответственны, честными и профессиональными, тогда вы будете иметь полное моральное право просить больше денег за свои буквы, слова и предложения и мысли. А если нет, то прогибайте. Реклама на радио «Ван». Скоро будем с вами прощаться. Не переключайтесь.